Среди множества компаний, возникших на постсоветском пространстве, Хава Юлари по праву считается одной из лучших. С первых дней своего существования узбекские авиалинии находились под пристальным вниманием правительства и руководства республики. Была определена стратегия развития и поставлены амбициозные планы по созданию авиаперевозчика мирового уровня. Усилия не остались незамеченными. Авторитетный ресурс Skytrakes присвоил компании «Три звезды». Отмечается высокий уровень обслуживания, профессионализм летного состава и отличного качества питания. Подробнее узнать об авиакомпании и рейсах можно на странице «Узбекистан Airways», официальный сайт. Головной офис авиалинии расположен в Ташкенте по адресу проспект Амира, Тимура 41. Телефоны авиакомпании, плюс 998, 71, 233, 70, 36, плюс 998, 71, 140, 46, 23, факс, плюс 998, 71, 236, 75, 00, плюс 998, 71. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 каждый день, кроме субботы и воскресенья. В пятницу рабочий день короче на час, до 17.00 местного времени. Рейсы авиакомпании обозначаются кодом HY. В Узбекистане конкурентов у авиакомпании нет. Вся инфраструктура авиационного хозяйства управляется из единого офиса. Авиакомпания «Чешские авиалинии» и официальный сайт в последние годы заметно улучшилось обслуживание в аэропорту Ташкента, вызывающего в прошлом немало нареканий. Терминалы местных и международных рейсов находятся рядом, но функционируют автономно. С 2018 года увеличено количество кабин паспортного контроля и оптимизирована работа соответствующих служб, что существенно сократило время регистрации, очереди при выходе и получении багажа. Узбекские авиалинии имеют представительство в 25 странах мира. Обратите внимание. Регистрация на рейсы авиакомпании начинается за три часа по вылету. Аэропорт находится в черте города и добраться до него можно не более чем за 30 минут. Пробок, способных задержать приезд по ходу движения не бывает. Навигация в терминале интуитивно понятная и приезжать раньше указанного времени смысла нет. Профессионализм сотрудников авиакомпании позволяет удерживать высокую репутацию за рубежом. Всего же самолеты, Хава-Юлари, обслуживаются в 44 пунктах назначения. Время и порядок процедур полностью отвечают международным требованиям. Пройти регистрацию на рейсы авиакомпании «Узбекские авиалинии» можно и онлайн регистрацию на рейс. Дополнительная служба имеет статус подразделения авиакомпании. Уточнить детали по регистрации на рейсы можно по телефонам плюс 998, 71, 140, 48, 48 и плюс 998, 71, 140, 48, 37. Так же как и официальный сайт авиакомпании «Хава-Юлари», служба поддержки работает в многоязычном режиме. Кроме узбекского и русского есть версия на английском языке. Прибытие очередного рейса в Ташкентский аэропорт прочная кооперация с другими авиаперевозчиками, главным образом российскими, позволяет планировать удобные стыковочные рейсы в Европу и Азию. Ташкент стал надежным транспортным хабом для туристов, бизнесменов из многих государств. Транзитные рейсы совершают ведущие авиакомпании. Услугами узбекистанских авиалиний охотно пользуются граждане Японии, Кореи, Турции, Германии и многих других стран. Оформить стыковочные рейсы можно как в авиакассах Узбекистана, так и в режиме онлайн. Авиакомпания «Самарские авиалинии» и официальный сайт в отличие от некоторых конкурентов авиакомпания «Хава Юлари» не ограничивала вес багажа ниже 20 кг на человека по любому из своих тарифов. Пассажирам бизнес-класса разрешено провозить без доплаты до 30 кг. С 13 июня 2018 года были внесены поправки в правила перевозки багажа на некоторые рейсы. В частности, стандартная норма 20 кг увеличена до 23 кг пассажирам следующим в Нью-Йорк и Пекин. В бизнес-классе стало можно провозить 32 кг. Со списком запрещенных к перевозке вещей можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Кроме стандартного перечня пожароопасных, взрывчатых, наркотических веществ указаны нюансы провоза предметов в страну назначения. Авиакомпания из Узбекистана считается одной из самых безопасных. Многоуровневая проверка багажа на предмет запрещенных предметов показала свою надежность и эффективность. Находясь в сложном с точки зрения террористической опасности регионе ни одного серьезного сбоя не было допущено. Провести в багаже запрещенные предметы вещества практически невозможно. Узбекистан всегда славился гостеприимством и отменной кухней. Традиция успешно прижилась и авиабизнесе. Качество, разнообразие и отличный вкус блюд отмечается всеми пассажирами. Поэтому показатели «узбекские авиалинии» входят в число мировых лидеров, обгоняя по различным рейтингам ведущие компании мира. Пассажирам предлагаются традиционные национальные блюда – детское питание. Специальное подразделение авиакомпании по производству продуктов питания для «Хава Юлари» работает под жестким контролем, с ограниченным количеством поставщиков. За все время существования не было серьезных замечаний от специалистов и пассажиров по качеству блюд. Дополнительная информация. По предварительному заказу можно получить пищу, не содержащую продуктов, которые по тем или иным правилам неприемлемы для некоторых людей. Мусульмане могут быть уверены, что в заказанной еде нет свинины. Индийцы не едят говядины и телятины и это пожелание будет выполнено. Для иудеев предусмотрены кошерные блюда, приготовленные в Израиле. Как любая другая уважающая себя и клиентов авиакомпании узбекистанские авиалинии предоставляют скидки на рейсы для пассажиров с детьми. За младенцев до двух лет можно заплатить лишь 10% стоимости обычного билета. Отдельного места эта опция не предусматривает. Если же родители считают, что удобнее будет, если ребенок будет сидеть самостоятельно, то скидка может составить от 33% до 50% в экономическом классе. Детям от 2 до 11 лет в бизнес-классе авиакомпания предоставляет возможность оплачивать половину стоимости билета в любой пункт назначения. Особое внимание уделяется поддержанию летной техники в надлежащем состоянии. Требования «Хава Юлари» по этому показателю одни из самых жестких на постсоветском пространстве. Не случайно за все время существования не зафиксировано ни одной серьезной трагедии. Несколько летных происшествий все же случалось, но пассажиры не пострадали. Узбекистан Airways на своих авиалиниях эксплуатирует только проверенную технику, со своевременными регламентами обслуживания. Основу парка самолетов составляют европейские Airbus A320 и американские Boeing 757 и 767. В 2016 году авиакомпания приобрела два новых Boeing 787-8 Dreamliner. Общее количество самолетов на сегодняшний день составляет 27. Специалистами отмечается высокий уровень обслуживания как собственной авиационной техники, так и контрактной. Великолепная техническая база и высококвалифицированные специалисты гарантируют качество и безопасность полетов. Основная техническая инфраструктура расположена на территории примыкающей к городу. Удачное месторасположение аэропорта дает возможность пассажирам всего через 15 минут после выхода в город оказаться в центре столицы Узбекистана. Очень удобные подъезды, парковка снимают многие проблемы, характерные для других авиагаваней. Здание международного аэропорта «Ташкент» – компактное. Функционально имеющаяся площадь достаточно для комфортной регистрации, отдыха, ожидания. К недостаткам можно отнести небольшую торговую и развлекательную инфраструктуру. Разительно отличается терминал от самого города по пунктам общественного питания. Если в «Ташкенте» буквально на каждом шагу можно очень вкусно и недорого покушать, то сделать то же самое в здании аэропорта сложно. Важно! Остановка общественного транспорта находится на некотором удалении от выхода в город. Маршрутов мало, добраться в нужный район не всегда возможно без пересадок. Этим пользуются многочисленные частные водители. Оптимальным вариантом будет заказ такси, если нет встречающих. Стоимость поездки 2-5 долларов США практически в любой район «Ташкента», что значительно ниже цены частных водителей. Для получения полной информации о деятельности авиакомпании и рейсах нужно зайти на страницу «Hava Ulari». Официальный сайт на русском языке. Политика компании основана на гарантиях безопасности, комфорта. При этом перевозчик старается минимизировать расходы пассажиров. По многочисленным рейтингам соотношение качества и цены узбекского авиаперевозчика очень хорошее. Привлекает туристов и деловых людей гибкая система тарифов на прямые истыковочные рейсы. Пользуются популярностью рейсы в Майами, Джакарту и другие города, на которые можно заказать билеты по удобным тарифам. Сотрудничество с авиакомпаниями-партнерами, координация совместных действий приводит к тому, что время ожиданий минимальное, а затраты невелики. Расписание авиалиний составляется с учетом возможных рисков, тем самым сводя практически к нули их возникновения. Осуществляются полеты через Атлантику и в Юго-Западную Азию через такие, например, мировые транзитные центры, как Рим и Куала-Лумпу. География рейсов авиакомпании обширна. Регулярное сообщение налажено с 44 пунктами. Одними из самых востребованных направлений является Москва. Два ежедневных рейса. Аэропорт прибытия – Домодедово. Кроме того, большой спрос на полеты в Пекин, Стамбул, Сеул, Тель-Авив. Все значимые столицы и крупные города Европы также принимают самолеты из Ташкента, Рим, Лондон, Париж, Милан, Франкфурт, Намайни и другие. С 2017 года начались регулярные полеты в Барселону. Традиционно пользуются спросом все азиатские маршруты – Дели, Бангкок, Астана, Бишкек, Душанбе и прочее. Не остался без внимания и американский континент. Регулярные рейсы в Нью-Йорк востребованы у жителей республики и гостей. Авиакомпания старается стимулировать приток новых пассажиров и заинтересовать тех, кто уже пользовался услугами «Хава Юлари». С 2001 года предложено специальными предложениями в рамках программы «Юз Аэр Плюс». Очень удобный метод сэкономить для часто летающих пассажиров. Предусмотрены три вида карты лояльности – «Премиум», «Силвер» и «Голд». Пользуются бонусами от авиакомпании сегодня десятки тысяч людей. Программа учитывает количество поездок, время проведенное в воздухе и согласно установленному тарифу начисляются баллы. Они могут накапливаться. При желании воспользоваться специальный документ дает право на существенные скидки при покупке билетов. Для отдельных категорий пассажиров авиакомпании предусмотрены постоянные скидки. Так 100% стоимости билета компенсируется героям Советского Союза, кавалерам Ордена Славы один раз в год. Такой же бонус может быть предоставлен ветеранам ВОВ по предварительному соглашению. Оформляется он по представленным документам, перечень которых указан на сайте компании. Если инвалид ВОВ предоставит удостоверение и талон воздушного транспорта за текущий год, то он вправе рассчитывать на 50% скидки на рейсы. С 1992 года действует специальный студенческий тариф, согласно которому учащиеся могут рассчитывать на снижение стоимости билета на 50% внутри республики во время каникул. Кроме того, при компании устраивает регулярные акции на отдельные рейсы. При покупке билета следует уточнить размер скидки и условия ее получения. Резюмируя информацию об узбекских авиалиниях, нужно отметить высокую надежность, безопасность и неплохой сервис. Особенно качество еды и культуру обслуживания. Парк авиатехники современный, летный состав имеет очень высокую квалификацию. Процесс обучения, сертификации и проверок осуществляется под надзором государства, руководство которого считает сферу перевозок стратегической и очень сферу перевозок стратегической и сферу перевозок стратегии.